Приветствую вас, Арина. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Смотрите. Можно очень много гадать, на мой взгляд, относительно того, настиз ли мужчина, о котором вы говорите, о котором вы пишете или нет, обманывает он вас или нет, можно очень много об этом говорить. И правда заключается в том, как мне кажется, что это всё из области погадать. То есть может быть нацист, может быть и нет. Что если? Да. Что если? Нет. Что если он? Правда нацист, что если он не нацист, что если всё-то говорит правда, что если всё-то говорит неправда и так далее. То есть это всё про неопределённость. И именно на вашу реакцию на неопределённость я хотел бы обратить внимание. Мне кажется это важно. То есть мне кажется очень важно, чтобы вы обратили внимание на то, как вы реагируете на неопределённость. Что вы реагируете на neoprimine достаточно тревожно. Черт, что вы реагируете на неопределённость тем, что не знаете как поступать. Вам страшно. И, на что здесь нужно обратить внимание на то, что страх это нормально. Вообще, страх это нормально. Нормальный испытывает страх, потому что страх это то, что нас защищает. Если бы не было страха, мы бы первым делом попали бы в неприятности какие-то, мы бы попали. Но важно немножко другое. Важно немножко другое. Что вы, как мне кажется, вы не знаете как себя вести. Вы не доверяете себе. Это в чем дело. И, что это значит недоверие себе? Недоверие себе это обесценивание. То есть, вы обесцениваете, по сути, то, что вам важно. Ну, например, вас беспокоит то, что вы с мужчиной отдалились. К примеру. К примеру. Нормальные истории. Нормальные истории. Вот это беспокоит. К этому можно по-разному относиться. Вот. На этом можно по-разному реагировать. На мой взгляд. Но, если это просто вас беспокоит, то необходимо, как минимум, на мой взгляд, не пренебрегать этим. А это, как мне кажется, то, что вы делаете, да, это пренебрегает и как раз тем, что вам важно. Почему? Ради чего? Потому что любите человека. Любить человека, это не значит ставить себя, ставить себя ниже, чему, мне кажется, именно это вы делаете. Вот. Вы ставите себя ниже, потому что боитесь его потерять. Боитесь, что он уйдет. Почему у вас есть страх нарцисса? Ну, то что предположим, что он действительно нарцисс. Чем вас это пугало? Ведь, если человек нарцисс, если он, скажем, попросит вас сделать что-то, чего вы делать не хотите, вы сомневаетесь в своих силах ему отказать? Или как? Что происходит? Понимаете, это ладно, я хотел бы, чтобы вы об этом подумали. Вот. На мой взгляд, это довольно-таки серьезно. Я не знаю, конечно, понимаете ли вы меня вот здесь. Но, тем не менее. Вот. Это важно. Я хочу, чтобы вы на это обратили свое внимание. Внимание. Вот. Вот. Такой у меня вам будет ответ. ответ. А что общего между вами и человеком тоже было бы достаточно неплохо узнать? ответ. Ага. Вот. Такая вот история. В этом все. Надеюсь, что это было вам полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, вы для себя сделаете какие-то выводы. ответ. Буду благодарен вам за обратную связь на мой ответ. Вот. Это могло бы послужить началом работы над собой для вас. Всего вам самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok